Выплаты на первого ребенка, обновленная программа материнского капитала, помощь с ипотекой. Большие перемены коснулись миллионов россиян. Начислять материнский капитал на первенство в России начнут уже этой весной. Для многих осталось непонятным, как и в какой сумме будут выплачиваться деньги по новым правилам. Зумруд Гамидова расскажет по порядку. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Алло, Карина, выходи за меня. Ну и что, что мы шесть лет не общались? Да я не пьяный, выходи за меня. Первая народная реакция на поручения Путина – это безобидные шутки в интернете. Как и в 2007 году, когда в России впервые ввели материнский капитал, люди иронично стали предлагать друг другу легко получить деньги. 616 тысяч за одного ребенка уже дают. Понял? У меня есть четкий план на этот год. Ну а если серьезно, для многих мам сообщение президента стало неожиданным сюрпризом со знаком «плюс». Как и в случае молодой мамочки Ирины. Родила дочку Полину она неделю назад. По мнению женщины, новая программа материнского капитала станет весомой поддержкой для молодых семей. Особенно при решении жилищной проблемы. Для молодежи это на самом деле шаг вперед в будущее, потому что очень сложно сейчас реализовать себя в плане жилищных условий. И, допустим, просто отложить денежку на малышку в дальнейшем. Каждый по-разному. Но, конечно, это отличная новость. И квартиру можно приобрести, и можно уже не переживать, где взять предначальный снос. То есть своего рода как бы мотивация, да? Да, конечно. Причем даже серьезная. Я думаю, сейчас и рождаемость повысится. Ну а семье Гусейновых повезло вдвойне. Пару дней назад у них родились двойняшки Магомед и Юсиф. Теперь Шаниса получит 616 тысяч рублей. Говорит, когда планировали детей и думать, не думали о каких-то субсидиях. Но такой бонус, несомненно, приятен. Пока не определились, конечно, об этом пока не задумывались. Мы получим иншала, уже в дальнейшем будет видно, интересно уже, на что мы потратим. Там в основном как на улучшение жилищных условий, на образование детей. Опять-таки будет уже дальше видно. Новость хорошая, естественно. И обрадует любую мамочку. Ждать, пока ребенка исполнится 3 года, теперь не придется. Деньги выдадут сразу после рождения малыша. Для многих вопрос с выплатами остался не совсем ясным. На самом деле понять все просто. За рождение первенца 466 тысяч рублей. За второго ребенка еще 150 тысяч. Тем, кто планирует до 2026 года родить третьего малыша, государство поможет с погашением ипотеки. За семью будет выплачено банку 450 тысяч рублей. Ну а тем, кто получил сертификат еще несколько лет назад, но еще не успел его реализовать, в этом году положена уже проиндексированная сумма более 460 тысяч рублей. Вот такая вот демографическая математика. Правда, некоторые эксперты говорят, что новые меры соцподдержки вряд ли способны вытащить Россию из сложной демографической ловушки. Поколение 90-х, на которое и нацелена новая программа, не слишком заинтересовано рожать первенцев ради денег. По мнению общественников, было бы эффективнее выдавать 460 тысяч рублей за второго ребенка, а 150 тысяч за третьего, поскольку комплексное решение демографической проблемы видится ими именно в многодетности. Это как раз и есть стимулирование многодетности, потому что многодетная семья является основой того, что с нашей демографией хоть как-то ситуация будет выправляться. Когда рождается ребенок, понятно, что независимо от того, сколько детей в семье, на каждого ребенка необходимо нести расходы. Поэтому я считаю, что вот эта помощь, которая сначала была до полутора лет матерям первенцев, потом до трех лет, и до семи лет должна распространяться на всех детей в семье. Люди, которые решили объединить себя союзом, конечно же, как мы предполагаем, хотя бы одного ребенка родят. А вот для того, чтобы они рожали второго, третьего, пятого, десятого ребенка, для этого, конечно, нужна поддержка. Но несмотря на разные точки зрения по поводу того, насколько такая поддержка стимулирует семьи к рождению детей, в роддоме заметили, как только стали выплачивать мат-капитал на второго ребенка, рожать стали больше. Значит, есть эффект и динамика. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.